С Романом Аркадьевичем знакомы, Сапрамович? Да. Ну, так, мы не друзья, но... Ну, то есть у вас, так сказать, есть представление об энергетике, человек. А с Борисом Абрамовичем были знакомы? Борисом Абрамовичем был даже моим клиентом в ранние 90-е. По каким? По еще, по логовазу. Вам не кажется, что он просто как-то избыточно демонизирован, его образ Березовского, и что он очень много сам для этого делал, что ему хотелось быть таким, я не знаю, каким-то в глазах социума, серым кардиналом, таким вот злодеем. Вы знаете, вот то, что я сейчас скажу, возможно, со мной профессионалы поспорят, но насколько и я пришел к выводу, что все гении человечества были либо эпилептиками, либо шизофрениками. Ну, потому что нарушение функции мозга, проявляющиеся в виде болезненных проявлений, они же давали возможность совершать какие-то гениальные открытия, вещи и так далее. Борис Абрамович, с моей точки зрения, обладал, ну, скажем так, возбудимой психикой. Он придумывал гениальные совершенно схемы. Мы не в плане хорошей-плохой, а в плане оригинальности. В плане технологичности и эффекта. И, с другой стороны, он был невероятно наивен и доверчив. Невероятно. Да, вот мне тоже кажется, что он был романтиком. Да, он был совершенно романтиком. Да, это не вяжется с его публичным имиджем, скажем так. И его проблема заключалась в том, что он сам искренне верил тому, что ему хотелось, чтобы было. Желаемое за действительное. Да, у него не было критического восприятия реальности. То есть, если ему говорили, Боря, ты невероятно красив. Он, да, я красив. Он пользуется успехом женщины. Здесь мы не про деньги говорим, а именно про какое-то такое. Такой публицист Марин Леско назвал его хрестоматийным носителем русскоязычного менталитета. То есть, таким классическим русским, который полагается на авось. Чем вызвало раздражение у ряда, скажем так, своих коллег и публицистов. Как вам кажется, это русский характер? Скорее всего, да. И дело все в том, что Брис Абронович был очень добрый человек. Вот с моей точки зрения, вот я не профессионал абсолютно, но если бы меня спросили в двух словах описать русский характер. Вот что, чем русский характер отличается от любого другого. Я бы сказал доверчивость и доброта. Ну, это как-то модно назвать словом духовность. Я не люблю это слово, потому что я не понимаю его значения. Доверчивый и добрый. Это видно и в нашей политике, и в нашей экономике, и во всей нашей истории. Доверчивый и добрый. Он был доверчивый, он был добрый. И с этой точки зрения, да, это русский характер. С другой стороны... И ущедрый был, кстати говоря. Он был щедрый, что тоже характерно для русского характера. С другой стороны, русский характер, он немножко все-таки с линцой. Ну, в общем... С линцой. Мы же сможем придумать, как неработное достичь результата, мы это сделаем. Это было не про него. Это был вечный двигатель. Это был просто вечный двигатель. Просто. Это, знаете, вот как ртуть. Нельзя бы представить себе его, в моем представлении, нельзя бы предположить его в неподвижном состоянии. Он все время что-то генерировал, что-то делал вот тут. Вот такое было. Будет когда-нибудь, как я не знаю, как правильно ударение Байопик или Байопик, но вот как бы снят фильм про такого персонажа, как Борис Березовский? Где-нибудь у нас? Не знаю. Не знаю. Я думаю, что это очень интересный был бы фильм. Очень интересный. Причем, если делать его как биографию, это, наверное, было бы не очень хорошо. А если взять за основу и сделать из этого художественный образ, это же, в общем, речь идет о невероятной трагедии авантюриста. Не, ну художественный образ есть. Есть уже Владимир Машков играл в фильме, как это, Олигарх, называется. Да. Там имел сведущий стать. Нет, это очень далеко от биографии. Это как бы навеяно. Навеяно, да. В том анекдоте, это мне шлема напел. Нет, это я имею в виду близко к биографии, но с некоторым художественным вымыслом-домыслом. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыба».